Here comes another funny Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики С вами я, ваш верный ЛГБТ-шный принцесси всея ютуба, господин Мама-одиночка Хочу обрадовать тех, кто ставил лайки, писал комментарии, водил членам по зеркалу и приносил в жертву Яхве свои терабайты фури гей-порно с политическим контекстом Вы добились своего В этот чудесный и солнечный день мы запускаем свои грязные, измазанные говном ручонки в бизарную игру Готика 2 В которую также входит дополнение Ночь Гребня И поверьте, дорогие мои гатаманы Вы еще сто раз пожалеете, что попросили меня сделать серию роликов по вашему столь прекрасному сокровищу Ибо по моему скромному мнению, Готика 2 и Ночь Ворона это самые настоящие доктор Джекил и мистер Хайт мира видеоигровой индустрии Кстати, хочу заранее попросить тех же самых гатаманов об одной услуге Дело в том, что все эти видео про Готику не более чем документирование моего прохождения Так что если я буду где-то ошибаться, называть Торусов призраками, а манифест коммунистической партии годными комиксами от Марвел То вы обязательно поправляйте меня и говорите, что я кривоеблый дебич Ладно, закончим со словесным поносом и да начнется новый сезон приключений нашего косипоши в мире немецкого фэнтези Один заключенный изменил судьбу сотен Но он заплатил за это 300 бакс Из небольшого предисловия мы узнаем, что после битвы со спящим барьер над колонией разрушился А несчастные, голодные, больные и ебанувшиеся работяги с визгами и обосранными жопами выбежали на свободу Вполне возможно, что сейчас те, кто решили пренебречь просмотром первого сезона Готики и начать сразу с этого видео Ошибочно подумали, что первая часть была про фэнтези и приключения Но это не так На самом деле, первая Готика это документальная игра про падение Берлинской стены Спящего засосало обратно в астрал, а нашего косипошу завалило обломками храма, где он пролежал полудохлой недели две Единственное, что поддерживало его жизнь, это доспехи из магической руды от Хьюго Босс Или жал бы он так, да испускал последние анальные хрипы, как вдруг добрый иудейский маг Ксардос решил его спасти и перенести в свою башню Он вернулся Наконец-то Я и не думал, что нам с тобой доведется встретиться снова Я чувствую себя так, будто три недели пролежал под кучей камней Не успев прийти в себя, мы узнаем от кошерного чародея, что начала разгораться новая война Спящий перед своим изгнанием дал какой-то армии тьмы последний приказ идти И они пошли Демоны, нежить, студенты по work and travel А возглавляют все это, вы не поверите Драконы Лагерь этой злой орды находится в долине рудников около Хориниса Города, где по счастливой случайности остановились добрые и нежные советские паладины У которых имеется артефакт глаз Иноса Предмет, способный помочь в битве против драконов Но чтобы заполучить его, нам нужно убедить предводителя паладинов поддержать нас А потом найти противоположный глазу Иноса артефакт бильяра, некого темного существа И тут вы спросите Что это за глаз Иноса? Что это за артефакт бильярда? Почему все так сложно и непонятно? Я пришел сюда бить стервятников и слушать искрометные и оригинальные шутки про отсутствие гражданства у Касипоши, а не ради вот этого Тем, кто задается подобными вопросами, я могу лишь сказать Терпи, блять Данная часть игры имеет привычку создавать непонятные вопросы в голове у игроков Ответы на которые дает частично сейчас, частично потом и частично никогда Параллельно с армиями тьмы есть еще одна немаленькая проблема Дело в том, что после изгнания спящего у злого башка бильяра на фоне данных событий случился бугурт И он отправил своих приспешников на поиски древних реликвий Среди которых, насколько я понял, и находится артефакт бильяра На фоне этих событий случился бугурт у хранителей этих древних ценностей И они начали оживать, дабы защитить свои сокровища На фоне этих событий бугуртить начали уже маги воды Потому что сами хранители представляют опасность не меньше, чем слуги бильяра А на фоне всего этого не очень литературного перевода уже случился бугурт у меня Когда бог тьмы пошлет своих приспешников на поиски Этот поиск начался давным-давно Во время поисков приспешники бильяра Поиск Поиск Судя по всему, переводом данной игры занимались те же люди, что изначально переводили Крой в пот и пиксели под редакцией Эксмо В конечном итоге, Ксардос предлагает нам стать союзником магов воды Чтобы помочь им остановить бильяра, а заодно словить какую-нибудь помощь в ответ Теперь наша первостепенная задача добраться в замечательный портовый город Хоринис Но мы не можем идти туда с пустыми руками Мне нужно оружие Я могу дать тебе только то немногое, что у меня есть здесь Ты можешь взять все, что покажется тебе полезным Так, цветочки, книжки, ветка Спасибо, Ксардос, от души в душу На вершине башни можно найти святилище того самого бильяра Которому, как оказывается, поклоняются некроманты Мы тоже можем попробовать помолиться ему, задонатив немного жизненной силы И лишь рандом рассудит нас Бильяр либо даст плюшку, либо оторвет кусок жопы Кстати, хотелось бы похвалить здешнюю локализацию Большую часть времени герой говорит голосом Петра Гланса Человека, которого называют Стэтхэмом в мире озвучки Ибо из-за специфики своего голоса, кого бы он не озвучивал Этот персонаж будет звучать как Петр Гланс Ну, по крайней мере, у нас сейчас достаточно времени Я сделал это, спящий Сука, членовредительница Но иногда на нашего героя снисходит ностальгия по передаче от Винта И он глаголит голосом репетура И как я это сделаю? Акела, твоим локализациям позавидует даже Драгон Эйдж Которую, по иронии судьбы, переводили Snowball Interactive Полные детерминейшены, выходим в мир и двигаемся по направлению к городу Эх, местные красоты завораживают Мы можем видеть травку, красивые деревья И самое важное, HD-хрючила волка Скажу без лишней иронии Графика и анимация все еще лучше, чем в Андромеде и Life is Strange И тут многие скажут, что плохая графика и кривые анимации Удел всех игр, которые рассчитаны на левацкую аудиторию Но это не так Ибо мужицкая и абсолютно правая игра Kingdom Come Deliverance Вышла кривой, недоделанной, убогой В то время как ЛГБТшные файтинги по жоже живут и процветают Также изменениям подверглась и боевая система Теперь помимо стандартной механики боя Мы также можем закликивать врага Что стало в разы легче, хоть и казуальнее Пока что нам доступны короткие комбинации кликов Но с ростом нашего скилла эти комбухи станут длиннее, мощнее и убийственнее Порубив пару животных и одного школьника, находим пещеру Зачищаем ее от гоблинов и клопов А затем лутаем местные сокровища На выходе из пещеры спускаемся в долину Где обнаруживаем нашего старого знакомого Лестера Из диалога с ним узнаем, что Диего, Мильтон и Горн скорее всего все еще в долине рудников А болотный лагерь развалился словно масонское ложе После замены кровавых ритуальных орденей с участием личинок человека На совместный вечерний просмотр аниме с русским дубляжом Аска в озвучке анкорда стала последней каплей Сам же Лестер, не желая быть среди всего этого дерьма, вскоре ретировался из долины рудников По пути из колонии он увидел, как на группу немецких беглецов напал дракон И сжег их в память о шести миллионах Мы советуем ему с этой информацией пойти к Сардусу Где он также сможет отдохнуть после своего нелегкого путешествия Ты опять лезешь в самое пекло, я прав? Ну не сказал бы, что в самое, пока Напоследок узнаем у него лайфхак про город Хоринис Хоринис? Ну это довольно большой морской порт Лестер советует нам попасть в город через алхимика Константино А именно собрать охапку трав и сказать страже, что мы очередной штылькурьер Собирая цветочки, по пути натыкаемся на еще одного старого знакомого, Кавалорна Погоди минутку, я тебя знаю Ты тот парень, что постоянно клянчил у меня стрелы в долине рудников Ой Что-то не припоминаю Он рассказывает нам, что старого и нового лагерей больше нет Сам он помогает магам воды, но чем конкретно занимаются эти колдуны, остается для нас загадкой Ведь об этом могут знать только члены Круга воды, которые являются тайными слугами и подсосами водных магов Также Кавалорн просит нас присоединиться к нему, чтобы совершить возмездие против бандитов и отобрать вещи, которые у него свистнули Убиваем трех ауешников и буду с вами честен, делаем мы это не без удовольствия После угнетения дырявых тарелочников, Кавалорн просит нас об еще одной услуге Отнести письмо в город магу воды Ватросу, который находится на трупе одного из бандитов Среди этих тел вместе с письмом находим наш портрет и наводку на розыск Ксардоса и нашего Касипоши А дела становятся все любопытнее и любопытнее Избивая очередную псину, я заметил, что наш Касипоши тот еще брутальный маньяк На данный момент наши знания боя прокачаны не так сильно, как раньше И мы можем лишь делать простое комбо из двух ударов Однако второй удар наш герой наносит не оружием, а сраным кулаком Этот молодой человек буквально фистит лесного волка в рыло Боюсь я представить, что он делает за... 300 баксов В этом же лесу обнаруживаем святилище другому божеству, Инусу Мы тоже можем ему молиться и подносить пожертвования, только уже в виде денег Прямо как в христианстве С единственной разницей в том, что Инус существует Поскольку наш Касипоши безбожник и атеист Мы просто берем и забираем все подношения, которые лежат вокруг этого святилища Неспешным шагом превращая местную фауну в фарш категории Г Мы натыкаемся на первый признак цивилизации Им оказывается местный колхоз Малет, один из работников этой селькозпромышленности, рассказывает нам, что ферма принадлежит к кулаку Лабарту И если мы хотим поработать тяжелым трудом за гроши или купить спецовку колхозника ценой костюма от Армани То лучше обратиться к нему Делать нечего, бежим к Лабарту Не успеваем сказать ему Как нам сразу же в лоб прилетает предъява Мол, за кого мы? За короля или бедных крестьян? Касипоши лишь удивленно разводит руками Не пытайся меня провести, мальчик Я хочу знать, на чьей ты стороне Я с крестьянами Лабард рассказывает нам, что из-за прихода паладинов поднялась доля, которую фермеры отдавали Хоринису Стража приходит все чаще и забирает все больше Но не все так просто, ибо еда и продукции сельского производства идут на подготовку к нападению орков Это, конечно, хорошо и вполне аргументированно, но рано или поздно фермерам будет нечего есть Совсем И поэтому крестьяне начали поднимать восстание и бунтовать Также узнаю, что главным организатором бунтов был местный кулак по имени Анар Человеком он оказался не глупым, поэтому как только ситуация начала выходить из-под контроля Анар не растерялся и нанял себе в охрану беглых каторжников Которые, в свою очередь, защищали его от стражей за скромную плату в виде еды и крова А что насчет нас, решили мы поинтересоваться у Лабарта? Репу собирай Я тебе чё, блять, похож на сад... Собрав урожай, отдаем его заказчику И тут встает вопрос, что же нам выбрать в награду? Пять злотых или скидку на спецовку? Скидка сама по себе небольшая, но если мы хотим увеличить процент, то нужно помочь остальным работягам на ферме А вось и скинет побольше старой скупердей Одному забулдыге бутыль сивухи местного разлива подогнать Амалю, то рассказываю, как мы ловко уделали трёх бандитов по пути сюда И теперь, думаю, самое время рассказать вам про ещё одно приятное нововведение в данной игре НПС женского пола Они, конечно, были в первой части игры, но мы никак не могли с ними взаимодействовать В то время как в данной игре они могут общаться, давать нам квесты И, что самое важное, получать от нас пизды Равноправие по-немецки Напоследок помогаем жене Лобартом Мы должны купить сковородку у местного предпринимателя Кантара Торгаш оказался не пальцем деланный и сразу раскустил, что мы за фрукт Благо он не добрался до семечек Ему наплевать, что Касипоши бывший зэк, ведь все ж мы люди Поэтому он вежливо предложил нам помощь в обменную услугу в будущем Трейдер отдаёт нам пропуск в город, но взамен берётся на слово, что в Хоринисе при следующей встрече мы обязуемся помочь ему Ну а поскольку Кантар в первую очередь торговец с высшим экономическим образованием Он советует нам купить Игор на гейб-стор Если вы увидите здешние низкие цены, то ваши гениталии настолько сильно сорекируют, что пробьют вам хедшотом в лоб А ещё на гейб-стор можно найти игры, идеально подходящие под каждое время года И в холодные зимние вечера, и в жаркие летние дни, и даже в эти промозглые осенние будни Всё самое лучшее для самых лучших Гейб-стор, ссылка в описании к видео Ой, на чём мы остановились? Ах да Покупаем у Кантара сковороду, относим Хильде, и получаем за это огромное спасибо в придачу с порцией фермерского хрючева Забираем одежду у Лабарта 30 золотых монет И дешевле я её не отдам И валим отсюда Хоринис совсем рядом, осталось лишь пройти сквозь городские ворота Рядом с городом в траве притаился странный господин с внешностью, как у нищего обитателя Рутрекера Грег, так зовут этого пирата, мечтает попасть в город, но не имеет такой возможности У нас есть несколько вариантов, что можно предложить данному молодому человеку, но этой писи важны всё не так и всё не то У меня есть пропуск в город Ага, ты хочешь сказать, что я должен выдать себя за горожанина? Посмотри на меня, мальчик, в это не поверит даже последний идиот Ты можешь попасть в город, сказав, что ты сборщик трав Что? Я что, похож на человека, который собирает в лесах цветочки? В конечном итоге мы отдаём ему свою одежду Если я буду одет как местный деревенский мужелан, никто не будет обращать на меня внимания И надеемся, что когда-нибудь встретим его ещё раз, чтобы забрать, что нам причитается Например, настоящий мужской секс, только беспидорство, ребят, это всё-таки культурный канал И вот мы опять в своих обосранных портках Отмечаемся у охраны и говорим, что принесли травы для алхимика, а затем проходим через городские ворота Стой, чужеземец, я Лотар, паладин короля и преданный чужеземец Иноса Наш командующий, лорд Хаген, верил мне задачу объяснять всем новоприбывшим новые законы Которым должны подчиняться все жители этого города Из всего этого замечательного пиздежа с этим не очень замечательным господином Нам надо выделить лишь три нужные вещи Послушай, этому городу угрошают драконы Это не может быть правдой Ещё один сумасшедший Во-первых, в городе до нас был Диего, который, как оказалось, тоже видел драконов Лотар посчитал его сумасшедшим и отправил обратно в долину рудников В городе и без этого полно проблем Не хватает только ещё идиота, пугающего людей баснями о драконах Во-вторых, чтобы стать гражданином, нам надо устроиться на работу к одному из мастеров Чтобы в дальнейшем мы смогли вступить в ополчение и попасть на удиенцию к лорду Хагену И в-третьих, Лотар очень чувствителен к нашему троллингу Как мне попасть в верхний квартал? Скажи, ты меня вообще слушаешь? Ты не являешься гражданином этого города Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Что? Ты даже не являешься членом ополчения Ты даже не гражданин Ты даже не преданный слуга Иноса Ты даже не чужеземец Ты даже не даже Как ты даже думать смеешь О том, чтобы носить доспехи паладина Невероятно! Но делать нечего, пошли в город получать гражданство Всего в этом замечательном городе пять мастеров Алхимик, кузнец, торговец, плотник и охотник Но обучаться мы можем только у трех Я выбрал браконьера, потому что в первой части это было прибыльное дело Шкуры там уходили на расхват, так почему бы и тут не попробовать? Находим охотника Боспера и узнаем, что нам нужно сделать, дабы нас взяли к себе в подмастерье Добро пожаловать в мою лавку, чужеземец Я Боспер, я делаю луки и торгую шкурами Он просит принести ему шесть волчьих шкур Но поскольку тут нет ни ложи чародеек, ни енифер Я немедля выбежал из города в поисках волков, которых тут не так много, как хотелось бы Благо я нашел достаточно слабых и убогих молодых волков в низине, где мы до этого встретили Лестера Преподносим охотнику собранные шкуры Ты что скажешь? Разве это не лучше, чем... Монтировать блядские ролики по две недели Или наполнять бутылочки Урины и сидеть на двочах И теперь дело осталось за малым Добиться одобрения остальных мастеров Торговец Матео просит нас вытрясти долг с Гриты, местной тупой шмарой Которая на свою голову купила у него платье марки твоё Меня прислал Матео Он говорит, что ты задолжала ему Он хочет получить деньги? За что? То, что он мне прислал ни на что не годится Ткань отвратительная, а швы расползаются прямо на глазах Ебанашка У него же я купил себе новые шмотки для защиты от ужасов этого немецкого мира Следующий на очереди плотник Торбен Ах, новое лицо Он чересчур набожный человек и поэтому считает, что настоящий мастер не может заниматься мастерством без благословения богов И просит нас ходить к магам воды и огня, дабы они нас осветили На одной из площадей находим представителя племени воды Я Ватрос, слуга Адоноса, стража равновесия божественного и земного Отдаем ему письмо Кавалорна и получаем дополнительный лолипопс и плюс 100 к уважению от мага Завязываем диалог насчет кольца воды И чтобы вступить в это сообщество, нам нужно доказать Ватросу, что мы не последний парень на селе А для этого надо узнать, куда пропадают люди в Хоринисе Ну а в первую очередь надо достучаться до паладинов А чтобы сделать это, надо найти парня по имени Ларес и вернуть ему орнамент Дальше он сам знает, что делать Теперь осталось попросить благословения для работы мастером в нижней части города Почему я должен дать тебе мое благословение, чужеземец? Отче, я хочу работать на заводе за минимальный оклад Вступай с благословением Адоноса, сын мой После него получаем еще одно благословение от представителя магов огня и отчитываемся Торбену Тогда ты получишь и мое благословение Идем к следующему мастеру-кузнецу Гарату Гарат мужик с большой буквы и хочет от нас не меньшего Ведь рано или поздно орки придут И мы должны доказать, что не поведем себя как баба Сбежав из города вместе с женщинами и никчемными бездельниками К слову, мне непонятен этот сексизм с его стороны Ведь местные женщины запросто могут сломать Касипоша ебало Гарат дает инфу об орке, которого видели неподалеку от города И если мы принесем оружие этого сморча, то кузнец поймет, что Касипоша мужик И одобрит нас С виду задание не особо сложное Но не стоит забывать, что, во-первых, это начало игры И мы еще не так сильны А во-вторых, дополнение Ночь Ворона Внесло сюда много замечательных изменений в баланс Из-за чего нашего Касипошу может летально покалечить кто угодно Начиная с могучих орков и заканчивая местными алкашами-ВДВшниками Поэтому я решил поступить как настоящая крыса И просто забайтил орка на свою жопу, чтобы потом натравить его на местный ответ ДНР В итоге орк мертв, хоть и ценой жизни одного из стражников Но мне на это совершенно наплевать Ведь миром правит не гуманизм с унылыми нотками тошнотворного альтруизма А самый настоящий эгоизм Именно это я и называю смыслом жизни по-немецки Отдаем оружие кузнецу И он абсолютно верит то, что мы лично убили того бедолагу орка И именно у нас самые большие яйца После кузнеца наведываемся к алхимику Константина Алхимик Константина одинокий волк У него не было мужчины уже многие годы Этому старому хрычу на самом деле откровенно поясрать на Касипошу А поэтому он проголосует за нас в любом случае Блин, спасибо дедок, ты лишний раз доказал, что Старые люди самые классные, у них столько мудрости и опыта Получив одобрение всех мастеров, мы наконец-то становимся охотником А самое главное гражданином этой параши Ты не пожалеешь об этом, думаю, мы сработаемся Отправляемся в верхний квартал, где снова натыкаемся на лотара Слишком недовольная сосала паладина напоминает, что нам тут не рады И без вступления в отряд ополчения увидеть лорда Хагена нам не позволят Так что валим дальше по своим делам Ничего интересного не было за последнее время? Да, сюда стали пускать оборванцев вроде тебя Такого не случалось уже многие века Теперь начинается самое веселое Перед нами открыт весь Хоринис, где занятий просто захлебнись Ярким примером является алхимик Игнац Он дает нам задание провести эксперимент с его новым заклинанием забвения А именно надругаться над кем-нибудь, использовать свиток, а затем проверить, вспомнит ли жертва что-нибудь или нет Дабы лишний раз подчеркнуть, что наш Косипоши не от мира сего, мы бьем жену Лабарта И пробуем это заклинание именно над ней В награду за этот эксперимент Игнац обещает нас обучить искусству алхимии А также открывая доступ к покупке свитков заклинаниями Раз такое дело, я не теряюсь и покупаю у него заклинание сна А затем использую его на стражнике, который храняет склад с товаром, отнятым у торговца Матео Дабы наполнить свои карманы разными дорогими плюшками, включая одежду и броню Затем товары перепродаю самому Матео и зарабатываю свой начальный капитал, столь необходимый в данной игре Но что же нас ждет дальше и какие приключения случатся на нашем пути? Это и многое другое вы узнаете в следующей серии нашего малобюджетного и низкосортного сериала для людей Которые не очень хорошо разбираются в годном контенте Большое спасибо вам, что смотрите, даже если это не приносит вам радости Вы просто больные мазохисты-говноеды Следующее видео выйдет, но когда я вам говорить не буду Ибо я таящая ленивая жопа, да тут еще и следопыт-продюсер вышел Ух! Так что до скорых встреч, мои дорогие друзья Пока! Субтитры сделал DimaTorzok